Такие дела, брат! Сюда притащил для более наглядной демонстрации. В который раз я говорил, что я не являюсь профессиональным преподом укулеле или гитары, но всегда готов поделиться какими-то своими лайфхаками, которые работают для меня и, возможно, будут работать для вас. Рекомендую посмотреть кавер и теперь рассказываю, что я там буду делать. Аккорды этой песни всем хорошо очень известны, потому что их просто можно найти в интернете, а есть в ютубе запись квартирника Чижа в Сен-Хозе, где он играет на акустике. Это все очень несложно подсмотреть. Я тоже ссылку на это дам в описании и в подсказках, но если вам лень ходить по ссылкам, я покажу, что Чиж там делает. Первый аккорд это ля минор, с ним все просто, и на укулеле это тоже будет ля минор. Второй аккорд это до мажор, с ним тоже все просто, и на укулеле это тоже будет до мажор. А вот дальше Чиж берет вот такой вот аккорд. То есть мы сдвигаем до мажор на два лады вверх, соответственно, получаем некий ре мажор, но при том, что барре мы не ставим, то вот эта вот третья струна, соль, как была открытой, так и остается открытой. И можно, конечно, рассчитать, что же это такая за ступень у нас. Соль это получается такой ре мажор с задержанной четвертой ступенью. Это получается ре мажор с задержанной четвертой ступенью, но я думаю, что в данном контексте надо выкинуть музыкальную теорию и просто сказать, это такой ре мажор, полученный посредством сдвигания до мажорной формы на два лады вверх. Бум! Вот. И вот это вот диссонирующее звучание между нотой, взятой на четвертой струне, фа диез из ре мажора, и, собственно, открытой третий, пе-е-е-е, скорая помощь, оно и дает этому аккорду такой неповторимый колорит. Понимаете? Сразу узнается песня эта, сразу, вот именно по этому аккорду, точнее говоря, не столько по этому аккорду, а по сочетанию вот этих аккордов. А что же у нас происходит на укулеле? Как я уже говорил, первые два аккорда трудностей никаких не составляют, это до мажор и... это для минора и до мажор. А потом я стал думать, что же мы будем делать, чтобы на укулеле вот этот уникальный аккорд ре мажор, который я только что показывал, сюда впихнуть. И оказалось, что, как и всегда это бывает с укулеле, делать ничего не нужно. Укулеле уже все до вас сделало. Давайте посмотрим, какая перед нами стоит задача. Перед нами стоит задача взять аккорд ре мажор и впихнуть в него какую-то левую соль. Для того, чтобы она давала вот это вот, ну не совсем уж диссонирующее, но такое тревожное звучание. Вот. Я попытался взять аккорд ре мажор. Вот аккорд ре мажор. На укулеле подумать, где же мы можем в него впихнуть соль. Попытался впихнуть соль вот здесь, вот на второй струне. Но эта соль незамедлительно отменила вот эту нотушку фа-диез на второй струне. И аккорд, хотя звучит и красиво, но того самого диссонанса нет. И через какое-то время я понял, да ничего не нужно прижимать лишнего, нужно отпустить четвертую струну, она уже соль. И вот этот аккорд будет. И вот этот диссонанс между, в данном случае, четвертой и второй струной на укулеле. Таким образом получаем сначала обыкновенный ля минор на укулеле, потом обыкновенный домажор на укулеле, и потом ре мажор с отпущенной четвертой струной. Ничего с четвертой струной не делаем, просто прижимаем вторую и третью струну на втором ладу. Вот такой это аккорд. В контексте получаем именно то, что у чижа. Опа! Ручки-то вот они. Сейчас еще раз на гитаре то же самое сделаем. Чтобы у вас отпали все сомнения. Смотрите. Так быстро, а гитару не уронить, дорогая. Понятно? Круто! Дальше. Я думал, что там за аккорд, а пришлось тоже на чижа посмотреть. А дальше чиж берет вот два раза такой вот ми. То есть сначала ми задержан на четвертой ступени. Но опять-таки теория здесь совершенно ни при чем. Просто вот берем вот такой вот ми мажор, и потом мизинцем здесь вот, ну просто потому что можем, потому что это удобно, зажимаем третью струну. А потом переходим на все-таки обыкновенный ми мажор. Вот весь риф. Сначала вот такой вот ми хитрый, а потом обыкновенный. Стал я думать, что же мы можем здесь сделать на укулеле, чтобы сымитировать вот эти действия Сергея Чебракова. И в который раз укулеле сказала, что ничего делать не нужно, как раз нужно не делать. Берем ми мажор. Да, укулеле. С ним все хорошо. Это знакомый всем нам ми мажор. Нам нужно в него прийти, предварительно взяв его же, но с какой-то нотой ля. На гитаре, как я только что показывал, ноту ля прижимаем на третьей струне. Здесь нужно отпустить первую струну. Вот берем вот этот вот ми мажор и отпускаем первую струну. Все, этот аккорд готов. А затем ее все-таки прижимаем на втором ладу, чтобы прийти в обычный ми мажор. Правда, у меня немножко по-другому получается. Там у Чижа идет движение нисходящее, у меня восходящее, но в конце концов у меня такая интерпретация. И весь риф, Чижовый, классический, на укулеле звучит вот так вот. Могу то же самое еще раз повторить на гитаре, чтобы не было никаких сомнений. Большое спасибо всем, кто досмотрел до этого места. Итак, аккордов всего-то пять, но какие из них комбинации? Итак, у нас очень хитрый веселый ре мажор с задержанной четвертой ступенью, который не нужно брать каким-то сложным способом. Наоборот, надо отпустить четвертую струну. И очень хитрый ми мажор с задержанной четвертой ступенью, который тоже не нужно брать каким-то хитрым способом. Нужно отпустить первую струну. Вместе получаем. Ну и буду чертовски рад, если на просторах ютуба увижу какой-то укулеле-кавер на эту неприходящую классику русского рока начала 90-х. Если это вам как-то помогло, большое спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите, что еще хотите увидеть. Кстати, я гораздо больше люблю пилить вот такие вот разборы, в которых я анализирую ту или иную идею, потому что мне не особо интересно, хотя я это иногда и делаю, не особо интересно рассказывать, какой аккорд где, в какой песне, потому что это всегда какой-то частный случай. Мне интересно показывать какие-то идеи, то есть вот до этого я этот аккорд никак не применял, теперь нашлось место его применить, и главное это так, просто, то есть не нужно как-то тренировать растяжку, не нужно думать, как это прижимать. Два пальчика всего нужны, и офигенное фирменное звучание чижа сразу воспроизводится. Большое спасибо, приходите еще.